Более подробное расширение сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом мы поговорим с депутатом парламента Азербайджана Асимом Молазаде. Он сейчас выходит на прямую связь со студией. Асим Элем, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня был подписан меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики между Азербайджаном и Европейским Союзом, который поднимет наше сотрудничество на более высокий уровень. Каковы перспективы для дальнейшего расширения взаимодействия? Очень тяжелые времена для стран Евросоюза. Азербайджан приходит на помощь друзьям. Созданная Азербайджаном система, энергетическая система, коммуникационная система сегодня позволяет нашей стране обеспечить дополнительные ресурсы газа и нефти для стран Евросоюза. Приезд президента Европейской комиссии и подписание нового меморандума о взаимопонимании между Евросоюзом и Азербайджаном открывает новую эпоху нашего сотрудничества. В Европейском Союзе прекрасно понимают, что Азербайджан является надежным партнером в этой области. Но также очень важен и тот факт, что речь идет не только о нашем сотрудничестве в области коммуникациональной энергетики, о нефти и газе. Речь идет о том, что Азербайджан сегодня создают дополнительную новую систему возобновляемой энергетики, энергетики воды, ветра. И в этом направлении наше сотрудничество также будет расширяться. И дополнительные ресурсы позволят Азербайджану обеспечивать больший газ для стран Евросоюза. И это очень важное направление для нашей страны, которая выбрала путь зеленой энергетики для своего дальнейшего развития. Вместе с энергетическими вопросами обсуждались также вопросы, связанные с коммуникациями. Потому что система, которую создал Азербайджан, это порт на западном побережье Каспийского моря и транспортный коридор, который Азербайджан обеспечивает для железнодорожной связи стран Евросоюза с Центральной Азией, само по себе является дополнительным фактором увеличения нашего сотрудничества в области коммуникации, в области торговли. И я думаю, что в ближайшее время, об этом заявлялось на пресс-конференции президента нашей страны и президента Европейской комиссии, будет подписан новый документ о партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом, охватывавший многие стороны нашего сотрудничества. И я думаю, что сегодняшнее подписание закладывает основу будущего достаточно углубленного сотрудничества. И обратите внимание, Евросоюз сделал много выводов из своих предыдущих ошибок, связанных с отсутствием диверсификации энергетики, с не совсем своевременным переходом на зеленую энергетику, когда страны Евросоюза не оказались готовы перед новыми вызовами и проблемами, связанными с войной в Украине. И в этом плане та система, которую на протяжении многих лет создавал Азербайджан, доказала свою значимость, доказала свою важность. И самое главное, Азербайджан в очередной раз доказал то, что наша страна является надежным партнером. И у всех проектов, которые на протяжении многих лет Азербайджан инвестировал в область энергетики и коммуникации. Сегодня есть будущее. Сегодня они важны не только для нашей страны, не только для нашего региона, но и для всего мира. И очень важны для Евросоюза. Какую роль играет данный проект как раз-таки в контексте энергокризиса в мире? Я думаю, что сегодня Азербайджан, увеличивая свои энергетические ресурсы, одновременно открывает ворота и для стран Центральной Азии в доставке каспийской энергии в Евросоюз и в мир. И в этом плане я думаю, что наше сотрудничество с Казахстаном, Туркменистаном, другими странами региона обеспечит надежные поставки как нефти, так и газа в страны сегодня, остро нуждающиеся в конвенциональной энергии. И я думаю, что та активность, которую Азербайджан будет увеличивать вместе с новыми инвестициями со стороны наших партнеров в области возобновляемой энергетики, также даст возможность сегодня думать уже о более безопасной энергетической безопасности стран Евросоюза, особенно в преддверии зимы, после тяжелых проблем, возникших в этих странах, как бы Азербайджан приходит на выручку друзьям, обеспечивает их надежным количеством газа. Мы с 8 миллиардов кубометров планируем увеличить поставки газа до 20 миллиардов, и я думаю, что это само по себе является очень важным вкладом в энергетическую безопасность Европы. И я надеюсь на то, что со стороны Евросоюза будут предприняты многие шаги для того, чтобы та сеть, которая сегодня существует в направлении южного газового коридора, еще больше расширилась, и Азербайджан обладает достаточной возможностью увеличить транспортировку как нефти, так и газа по имеющимся нашим коммуникационным системам. Асим Мялем, а вот сейчас мы видим, что страны ЕС заинтересованы в инвестиции в области зеленой энергетики в Карабахе. Опыт каких стран может быть для нас полезен? Я думаю, что в Европе сегодня имеются определенные технологические наработки, и я хочу отметить, что наша программа великого возвращения в Карабах, безусловно, непосредственным образом связана с зеленой энергетикой, с теми ресурсами, которые имеются в Карабахе. Вместе с тем Азербайджан серьезным образом готов работать со странами Евросоюза, и мы, в общем-то, со многими компаниями уже готовы обсуждаем различные инвестиционные проекты в области энергетики ветра, в области энергетики солнца, и в этом направлении существует очень большой потенциал для нашего сотрудничества, и вот сегодняшний меморандум как бы является платформой для того, чтобы это сотрудничество продвигалось ускоренными темпами. Я вас благодарю. Спасибо вам. Я напомню, на прямой связи со студией был депутат парламента Азербайджана Асиму Лазаде. Азербайджана 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 Асиму Лазаде.